Спартак Приморья на выезде проиграл Иркуту. Последний раз Владивостокская команда обыгрывала Иркутян в марте 2015 года, а после потерпела 4 поражения подряд. В этом матче красно-белые также начали неуверенно. Приморцы не могли выйти вперед ни в одном игровом отрезке, а в начале четвертого периода даже проигрывали 15 очков. Тем не менее, в концовке нашей команде даже удалось сравнять счет, но потом последовала очередная серия от хозяев. Времени на спасение не оставалось. Счет 77-87 ознаменовал победу Иркута. К сожалению, не смогли довести дело до конца. Мы играли против хорошей команды и позволили оторваться в первой половине. А когда уже догнали, сил на концовку не хватило. Но ребята старались, отдали все силы, боролись до конца. Претензий к игрокам быть не может. Спартак Приморья сейчас находится на шестой строчке в турнирной таблице. Следующий выездной матч 30 октября Владивостокская команда проведет с баскетболистами Новосибирска. Хоккейный клуб «Адмирал» пополнился очередным иностранным игроком. К приморцам присоединился американский защитник Джеймс Веснювский. 32-летний игрок провел 552 матча в НХЛ в составе таких клубов, как Чикаго, Монреаль, Коламбус, Каролина и других. За свою карьеру в лиге набрал 274 очка. В прошлом сезоне из-за разрыва крестообразных связок колена Веснювский отыграл за Каролину всего 47 секунд в одном матче. После серьезной травмы Джеймс перешел в статус свободного агента. Интересно, что условия контракта с «Адмиралом» включают возможность Веснювский уехать в НХЛ в случае предложения от одного из клубов лиги. Сам «Адмирал» тем временем готовится к домашней встрече с китайским новичком КХЛ. 29 октября приморцы встретятся с хоккейным клубом «Кунь-Лунь». Футбольный клуб «Луч.Энергия» снова получит помощь от властей. Вице-губернатор Павел Серебряков провел очередную встречу с командой и пообещал помочь решить вновь накапливающиеся финансовые проблемы. Он сообщил, что за счет краевых средств будет оплачено проживание и питание футболистов на кампусе ДВФУ. Также будет взят на контроль вопрос о погашении долгов по зарплатам. Напомню, что еще в сентябре после громкого скандала внутри футбольного коллектива «Лучу» было выделено из краевого бюджета порядка 30 миллионов рублей. Тогда же вице-губернатор и пообещал, что несмотря на отсутствие титульного спонсора, деньги футболисты будут получать своевременно. Тигры после сентябрьской ситуации сумели подняться со дна турнирной таблицы, и сейчас они располагаются на 11-й строчке. Наша команда готовится к выездному матчу с Сибирью, который пройдет 30 октября. Максим Яковлев, Новости спорта на 8-м.